Итак, в данном видеоролике с точки зрения макроэкономики, биржевых механизмов и с точки зрения ситуации на валютном рынке, я бы хотел с вами обсудить ситуацию касательно уже российского рынка акций. О том, почему у нас возобновится сценарий роста российского рынка по тому канону, который был с 2016 по 2022 годы, вплоть до 24 февраля. Господа, смотрите, что мы должны с вами понимать. Первое. На нашем YouTube-канале буквально 5 дней назад, 30-го июня, я делал видеоролик о том, что российские рынки акций будут расти. Газпром, Татнефть, Лукойл, ГМК Нурникель, Русал, Руснефть, Газпромнефть, ряд других бумаг, Сургут, Нефть и Газ, в том числе, в первую очередь, сырьевые компании будут расти исключительно на факторе валютной переоценки. Это первое. Второе. В рамках ряда макроэкономических постов подобные вещи я тоже излагал на нашем Telegram-канале. А ссылка на него находится в описании под каждым видеороликом. Первый пункт Telegram-канала, пункт А, Telegram-канала про рынок акций. Рекомендую вам настоятельно на него подписаться. Последние недели 3-4 я говорю буквально одни и те же вещи, и я вынужден их время от времени переповторять. Почему? Потому что все-таки какое-то количество нашей уважаемой аудитории бывает переспрашивает меня, говорит, что, мол, на чем, Михайлович, будет рынок расти, столько негатива, много политики и прочего в этом духе. Господа, я вам еще раз говорю, политика, как таковая, на рынок она не влияет. На рынок влияют алгоритмы и математика. Если бы в российских вузах преподавали бы основы экономики должным образом, основы биржи, биржевых механизмов, основы макроэкономики и прочего составляющего, то поверьте, у нас был бы грамотен каждый, как минимум, пятый или каждый шестой человек в Российской Федерации. Но, к сожалению, такого преподавания нет и выходят у нас из вузов экономисты на уровне чайника с устаревшими знаниями, с устаревшими пониманиями и устоями. Я все к чему клоню? К тому, что текущая ситуация на валютном рынке, она будет провоцировать российский рынок акций в рамках среднесрока и долгосрока переоценивать пользу роста. Да, локальные коррекции будут краткосрочные, да, у нас будут в моменте даже обвалы на рынке краткосрочные, но это не крах рынка, это не смена макроэкономического бычьего тренда российского рынка, ни в коем случае. Это лишь краткосрочное движение в пользу снижения на рынке. Ну, например, рынок перегрелся, рынок упал, рынок шортистов набрал и снова выше поехал. И как следствие, я хочу сейчас перейти к тому макроэкономическому анализу, который я публиковал сегодня, 5 июля, в 8 часов 22 минут на нашем телеграм-канале. Господа, смотрите, перед вами график. Первая фаза девальвации рубля с 2008 по 2011 год, вторая фаза девальвации рубля с 2015 по 2016 год и третья фаза девальвации, с чем мы соотносим именно сейчас. Обратите внимание, что желтая линия – это доллар, синяя линия – это индекс ММВБ, то есть российский рынок акций. Обратите внимание, какая корреляция. Доллар растет, российский рынок рублем эквиваленте растет. Обосну и почему так. Смотрите, основную долю индекса в ММВБ занимают акции сырьевых компаний. Это нефтегазовые компании, компании сельскохозяйственные, которые поставляют свои продукты на внешний рынок компании, угледобывающие, горно-металлургические компании, алюминиевые, алмазные и прочие в этом духе. По простым словам, промышленность. Она занимает огромную долю в индексе Мосбиржи. Почему? Потому что российская экономика все еще сырьевая, со времен еще советской власти, да и со времен, по факту, еще царской власти. Хоть у нас, извините меня, 4 века прошло, с момента того времени, когда Россию освободили от татар-монгольского ига, Россия после того периода времени стала аграрной державой, вплоть до свержения царя. Потом Россия при Сталине стала промышленной державой, вплоть до развала Советского Союза. И с 1991 года Россия стала сырьевой державой. Не промышленной, не аграрной, а по факту сырьевой. И в чем суть? Цены на сырье имеют цикл фаз роста и падения. И, соответственно, сырьевые товары, когда растут, у нас, соответственно, валютный рынок, то есть рубль, укрепляется. Когда сырьевые рынки падают, то валютный рынок у нас ослабевается. Смотрите. Все эти компании, которые находятся в индексе ММВБ, это все компании, которые получают выручку исключительно в валюте. Ну, к примеру говоря, Газпром получает выручку в евро. Газпром нефть, Роснефть получают выручку исключительно в юанях сейчас, потому что поставки идут нефть непосредственно на территорию Китая, Индии и Ближнего Востока. К примеру, угледобывающие компании получают сейчас выручку также исключительно в юанях, потому что поставки угля идут в первую очередь в Индию и Китай. К примеру говоря, компании, которые занимаются продажей сельхозудобрений фосфатов типа Акрона, Фосагра, они получают выручку исключительно в долларах. Почему? Потому что у них открыты все рынки сбыта. Латинская Америка, Африка, Азиатский регион и Тихоокеанский регион в том числе. И я все веду к тому, что когда валюта слабая, то, соответственно, выручка у них в рублях растет. Как следствие, участники рынка подобный момент они учитывают. И, соответственно, опять же, с лагом во времени начинаются движения на российском рынке акций. Почему так? Потому что крупный капитал, это банки, инвестфонды, пенсионный фонд России и прочие другие финансовые ведомства, они ожидают от этих компаний сырьевых растущие дивиденды. Соответственно, в факторе ожиданий будущих дивидендов рынок растет. Внимание! Прям небольшое примечание. Наши редакции, в том числе и я, ожидаем растущих дивидендов от компании «Газпром». Сейчас в это очень мало кто верит. «Газпромнефть» от «Нефть», «Сургутнефтегаз», акции привилегированы в первую очередь «Лукойл», «Роснефть» от «Нефть». Почему? Потому что продажи нефти осуществляются по 65 долларов за баррель на территорию азиатского региона. Это первое. Второе. За счет текущих факторов девальвации рубля эти компании получают выручку в рублевом соотношении намного выше, чем это было и год назад, и два, и три года назад. То есть такие более-менее адекватные компании, как «Татнефть», «Лукойл» будут делиться щедро дивидендами. В чем я, в принципе, убежден, исходя из их истории, потому что я суклетно рынка торгую, и при каждом подобном экономическом цикле компании делились налогами с государством и непосредственно дивидендами с акционерами плюс государством. Потому что акционерный капитал государства во многих сырьевых компаниях довольно существенный. И в чем суть? В том, что в преддверии, то есть ожиданиях этих дивидендов, эти акции будут расти. Которые я сейчас обозначил. В первую очередь сырьевые компании. Затем пойдут в рост акции «Алюминия», то есть «Русал», «ГМК», «Норникель» и компании, которые занимаются уже побочной добычей сырьевых товаров. И там «Алмазов», «Таша Малрос», к примеру говоря. Поэтому, да, я жду, и наша редакция ожидает, роста акций России в рамках среднего срока и долгосрока. Я даже допускаю, что от текущего уровня золотого сечения, пойму бы, 2,800-3,000 пунктов, да, мы откатимся от этого уровня, глубоко вниз, откатимся, там где-нибудь к уровню, может быть, 2,500-2,600, я этого не исключаю. Но потом движение вверх продолжим. Поэтому, если вы вкладываете деньги в рамки среднесрочной торговли в сырьевые компании, вы не прогадаете никак. И никакая политика здесь не будет вмешиваться, не будет мешать. Запомните еще раз. Когда цена приходит на критические уровни, когда цена перегревается на рынке, тогда идет падение. Я много раз опубликовал об этом основу биржевой торговли, наши бесплатные обучающие видеоролики, которые находятся на нашем YouTube-канале, биржевый канал о рынке акций, графа плейлисты. Снижаемся вниз, идем и смотрим основу биржевой торговли, цикл супер обучающих видеороликов, где 178 лекций, макроэкономика, биржевые механизмы и все, что связано с рынками, в том числе, на чем можно, в принципе, зарабатывать. Поэтому, если вы подобные видео не смотрели, я вам рекомендую стать на них посмотреть от и до. Эти все видеоролики бесплатные. Как говорится, если желание развиваться, то, господа, развивайтесь. Я только за. Поэтому нам с вами необходимо учитывать подобные факторы и, соответственно, принимать верные решения по рынку. Это важный момент, который я бы вам хотел высказать конкретно по российскому рынку акций. Далее я хотел перейти к побочным новостям и событиям макроэкономического толка. Это первое. Коэффициент шартистов по российскому рынку. Смотрите, сейчас политика инвестбанков следующая. Я вам говорил в конце 2022 года, в начале 2023 года, что рынок России будет расти исключительно на шартах. На шартах и, скорее всего, на девальвации рубля. Смотрите, коэффициент шартов все еще растет. И уже количество контрактов превышает 3000. Это катастрофическое количество. При любой коррекции шарты толпа наращивает. Я еще раз говорю, если толпа смотрит в пользу снижения рынка, поверьте, толпу к прибыли не повезут. В этом невозможно. И я тоже читаю рупоры рынка, там форумы трейдерские, там даже под своим фейк аккаунтом, признаюсь вам честно, я сижу дискутирую на разные темы. И я прекрасно понимаю, сходя из этого биржевого сентимента, что, блин, широкие массы в прямом смысле верят в обвал рынка. Обвал. Вон вчера, например, тоже выходили ряд новостей в федеральных СМИ о том, что там, где вся эта билиберда происходит, сами знаете какая, может быть повторение Чернобыля. Мог бы на этом факторе, если бы это произошло, рынок обвалиться? В моменте, да, краткосрочный обвал, но потом резкий выкуп. Почему так привлекли бы шартистов, опять же, в рынок? Понимаете? И рано или поздно серьезный падение на рынке акций России произойдет. Это неизбежно. Но это привлечение шартов. И вместо трех тысяч контрактов, там даже больше, будет уже шесть тысяч контрактов. Это вообще критически, это гиперкритическое количество, которое потом сподвинет рынок тотальной переоценки в пользу России. Девальвация рубля сыграла на руку экспортерам, да? Они потом будут дивидендами, щедриться перед акционерами. И, соответственно, капитализация с компанией будет тоже растет. То есть, будет рост цен на акции этих предприятий. И что мы получим на выходе? Правильно, получим ММВБ по четыре тысячи пунктов, а то и выше. А на перехай мы этого уровня все равно потом пойдем впоследствии. Дальше, в дальнейшем я имею ввиду. Вот, поэтому наши редакции все равно делают ставку сейчас преимущественно сырьевые компании. Лукойл, Русал, ГМК, Нурникель. Это наши фавориты в рамках текущей рыночной гегемонии. Вот. Ну и про шарты тоже, господа, вам рекомендую не забывать. Потому что сами лучше не шартить ни в коем случае не надо. Пусть толпа баранит, пусть толпа шартит. Ради бога, это их выбор, это их ответственность личная. Никто не перечит. Как говорится, капитал каждого человека – это его личная ответственность. Как им распоряжаться, пусть каждый решает сам. Но вы грамотные ребята все. Я вас выращивал последние почти 10 лет в качестве инакомыслящих участников рынка, критических мыслящих участников рынка. И вы понимаете подобные биржевые механизмы. Потому что тоже в рамках нашего вип-чата найти мы с вами дискутируем. Я прекрасно понимаю, что вы красавчики. Вот. И понимаю, что не зря работаем мы для вас. То есть группа редакции, группа каналов «Биржевик». Поэтому, господа, шарты – это плохо. Но раз толпа шартит, пусть шартят дальше. А мы с вами от ланга еще заработаем. Далее, что еще немаловажно, хотел бы с вами обсудить ситуацию на рынке металлургии. Соответственно, World Steel Association сообщает, что потребление стали на душ населения в Российской Федерации к 2025 году обгонит текущий уровень Европы и к 2050 году достигнет текущего уровня Китая. Потребление стали будет расти за счет увеличения объема жилищного строительства и роста экономики в целом. Второе, на угольные компании позитивно влияет отсутствие в России официальных государственных планов по зеленой повестке. Третье, доля угля в энергобалансе России до 2030 года останется на уровне 10,5%, а к 50 году сократится до 10%. Поэтому металлургические компании РФ, ММК, НЛМК, Северсталь будут проявлять свою повышенную активность в ближайшие годы. И, соответственно, это позитивно скажется на отчетности этих предприятий, на росте прибыли, а там уже до повышения дивидендной базы, господа, будет недалеко. Поэтому эти бумаги, как впоследствии выросли, они так и будут расти дальше. Это неизбежно, как и по всему рынку. Далее, тоже немаловажный аспект по поводу рынка угля Российской Федерации. Смотрите, прочитав ряд трейдерских форумов в рамках обсуждения того, что Мечилл снизил добычу угля на 25% из-за проблем с логистикой, я пришел к одному простому выводу, что широкие массы ни черта не понимают, что в компании все очень даже хорошо и прекрасно. И почему это так? Давайте начнем с того, что Мечилл снизил добычу угля в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25%. Критично ли это? Господа, не критично. Почему? Внимание! Продажи концентрата коксующего угля сократится на 3-4%. Это произошло из-за дефицита провозной способности на железнодорожной инфраструктуре в восточном полигоне РЖД. Критическое ли событие? Нет, не критическое. По сути, снижение объемов добычи угля будет компенсироваться путем девальвации рубля. Так как сейчас Мечилл получает прибыль, включительно в юанях. К примеру, юань вырос к рублю на 80% за последний год. И тем самым маржур в пересчете на рубли компании фиксирует крайне высокую. Этих денег будет достаточно на погашение долгов в самом предприятии. Долговая база на гигантской в Мечилле. Но они ее погашают, за что Игорь Узюзину отдельный респект и уважение. И с другой стороны, на реинвестиции деньги пойдут и на опыту дивидендов акционерам. То есть путем девальвации рубля будет компенсировано снижение добычи угля. Понимаете? Ничего критического в этом нет. Как бы вы меня об этой теме спрашивали. Я тоже на форумах сидел, тема обсуждал. И понимаю прекрасно, что мало кто сейчас на рынке акций России учитывает переоценку валютного рынка. А я в десятые годы торговал рост российского рынка на девальвацию. И сейчас торгую его. И я прекрасно понимаю, что эта парадигма никуда не ушла. Она с нами осталась. Ничего не изменилось на рынке, господа, с того времени. Десять лет прошло, ничего не поменялось. Все так же и осталось. Поэтому, переходя уже к индексу ММВБ с точки зрения дневного графика, недельного, месячного, даже месячной графики посмотреть. Смотрите внимательно. Во-первых, у нас по месячному графику пробиты полноценные уровни плеяд скользящих средних. Это ЕМА-50, ЕМА-9, медиана полоса бонжера, ЕМА-100. Основные уровни пробиты. Все. Ниже этих уровней мы уже маловероятно пойдем. То есть даже если у нас будут коррекции, где-нибудь до уровня 2,500 это максимум. Но потом, жик, выходим выше. На факторе валютной переоценки. Да, повторюсь еще раз. Локальная коррекция это неизбежность. Абсолютно. Но потом мы пойдем еще выше. У нас цель по факту ММВБ это там 3,500 и даже может 4 тысяч пунктов при текущей ситуации. Поэтому особо на сей повод Армагеддон, я считаю, не стоит. Так как макроэкономика и ситуация на валютном рынке. Российский рынок акций будет поддерживать на плаву. Почему? Еще раз повторюсь. Компания-экспортер сейчас фиксирует гигантскую маржу. Гигантскую, господа, маржу. И с точки зрения, опять же, вот если мы с вами берем уже дальний таймфрейм с 90-х годов, да, ММВБ торгуется при формации обратного треугольника. И высшая грань этого треугольника 5000 пунктов. 5000 пунктов вот здесь. И я полагаю, этого уровня мы достигнем уже в ближайшие годы, там ближайшие несколько лет. И вот здесь уже, да, тут уже у нас катаклизм будет. Самое настоящее самое. Почему? Потому что я во много раз говорил про то, что у нас А. Перестройка будет экономическая. Б. Великая депрессия начнется мировая при капитализме текущей системе. Что будет влиять конкретно на финансовый рынок, в пользу падения, обвалы и то, что будут воротить потом центральные банки, это будет ужас. Потому что даже после галлопирующей инфляции мировой мы получим, что мы получим тотально усоченную денежку рейтой политику. Понимаете? ФРС, там ЕЦБ и прочее. Они будут поднимать потом ключевые ставки в рамках предстоящей дефляционной спирали, там вплоть до уровня 10% годовых, а то и выше. Они будут гнуть, они перегнут палку, они сломают палку. Ну а перед этим сломом палки, да, перед тотальным взрывом безработицы, ростом безработицы, да, перед тотальным экономическим, по факту, депрессионным временем. Рынки еще порастут. На факторе еще дальнейшей инфляции. Почему? Потому что все, что будет делать ФРС уже в будущем году, это стимулирование экономики. Уже с этого года они будут начинать этот процесс. Мягкая денежная кредитная политика, запуск печатного станка. Сырьевые рынки будут расти. И как следствие, российский рынок акций тоже будет расти. И валютная переоценка сыграет свою роль, и также сырьевая переоценка тоже сыграет свою роль. Поэтому, господа, Армагеддонить не надо. Если вы в этом рынке торгут сейчас на ближайшие 2-3 года, он будет выше. Переживать не стоит. Но про инвестиции в Россию я вам ничего не говорил. И не говорил, и не буду говорить. Инвестировать в российском рынке очень опасно. Почему? Потому что меня что смущает в будущем в России? Это перестройка. Нам перестройку не миновать. У нас на кону стоит большая приватизация всей экономики. Дробление компаний. Это неизбежно. Потому что государственный капитал, именно акционерный капитал в ряде компаний, он просто гигантский. И власть это понимает. Да, у нас все еще советская власть по факту. Да, у нас все еще буквально используют подход в экономике, какой был в приплановой системе. Только эту плановую систему пытаются накладывать на рыночный эквивалент. Я не скажу, что это плохо. Я не скажу, что это хорошо. Это просто пока данность. Данность правительства, которое живет еще в прошлом. По факту, если говорить. Но опять, что мы должны учитывать? То, что об этом я вам говорю уже последние два года. И к этому мы уже подходим. Все, мы вплотную подходим. Правительство Мишусина прекрасно понимает, что технократия должна решить вопросы экономики. То есть дробление компаний на ближайшую четверть века, на ближайшее поколение, придет к росту ВВП. ВВА, внутренний продукт. Почему? Потому что у нас будут последствия гипермягкая денежно-кредитная политика. То есть ключевая ставка ЦБ будет в районе 2-3% тоже неизбежна. Потому что будущий глава ЦБРФ, он это будет прекрасно понимать. Так как при росте мировой инфляции мы придем к тому, что не сможем регулировать монетарный курс и валютный рынок России в том числе. Потом сыграет фактор валютной переоценки, потому что у нас рубль будет все равно обваливаться. Впоследствии, там еще в будущие годы. Да, он сейчас откажется с корнем, там 77, там 78. Это не вопрос. Да, он проторгует с несколько лет там в этом районе. Там в район, условно говоря, 75-86 рублей за доллар. Это нормально. Но потом у нас будет спроцентрирован фактор цепочек экономического кризиса. Это и Великая депрессия, и перестройка в России экономическая. И все эти факторы, они сыграют, во-первых, на падение рынка ММВБ от 5 тысяч пунктов. Во-вторых, это будет тотальный неопределенность в экономике. Тотальнейшая неопределенность. И участники рынка, банки, пенсионные фонды, инвестфонды, там, они будут прекрасно понимать, что ни черта не понятно, что будет в дальнейшем. Вот. И они будут просто с рынка выходить. Потому что они на этом движении, которое сейчас наблюдается, они на этом всем заработают. Центральный банк дал подачку в предыдущем году, что, мол, зарабатывать, нам нужно восстановление экономики. Экономика восстановилась по факту. Все. Банки в этом году фиксируют гигантскую, катастрофическую высокую прибыль социальных торговых операций. Я вам это говорю, как бывший банкир. Потому что я эту систему изнутри видел, я в ней сам работал, в ней сам варился. И поэтому прекрасно понимаю, о чем говорю. Вот. И, соответственно, учитывая все эти подноготные факторы, да, я забегаю немножко наперед, но, опять же, в ближайшие несколько лет, вот, всех тех проблем, которые я вам описываю последние 2-3 года, мы их не увидим. То есть, то, что я вам говорил раньше, то, что я вам говорю сейчас, это проблема конца 20-х годов. Потому что тотальная перестройка, она будет в конце этого десятилетия. Это неизбежно. То есть, те проблемы, которые накопили сейчас, они будут выплескиваться именно там в 27-м, может, в 28-м году, там, может, в 29-м. Плюс-минус вот на завершение текущего периода, текущего десятилетия. Поэтому, пока есть возможность, господа, зарабатывайте. То есть, от лонга на рынке шортить его не стоит. Вот. Что будет в дальнейшем, будем с вами смотреть уже по факту. Но, по крайней мере, то, что я вам сейчас сказал, то, что я вам сейчас сказал, пока оптимальна только лонговая ставка. На средний срок, на условный долгосрок. То есть, долгосрок там года, может, от 25-26. Поэтому цели рынка России выше. Пятая волна роста здесь уже формируется вот сюда. И, как следствие, от этой пятой волны, конечно, мы потом будем обваливаться вот сюда, на нижнюю грань треугольника. Это неизбежно. Но, опять же, повторюсь, все это будет в рамках перестройки. Экономической перестройки в России. Это неизбежно. И в рамках тех внешних проблем, с которыми мир будет сталкиваться по мере деглобализации. А процесс текущей деглобализации, он приведет к разрыву цепей поставок, к разрыву логистики, к разрыву макроэкономических связей. И это все приведет к чему? Правильно. Это все приведет к тому, что будут формироваться новые трансконтинентальные зоны, союзы. Они уже формируются. Вон, в шанхайскую организацию сотрудничества уже подключили Иран. В БРИКС хочет войти Саудовская Аравия, Иран, ряд других стран. То есть, политблок, он уже наращивается. Экономический блок уже тоже наращивается. Так что все эти факторы, господа, тоже необходимо учитывать. Вот. В общем и целом, к чему я все клоню? К тому, что переживать не стоит. И что касается валютного рынка на горизонт текущего периода времени, я еще раз говорю. Покупать бакс по текущей стоимости, покупать евро или юань по текущей стоимости, резон нет никакого. Потому что потом, в ближайшее время, у нас будет еще заседание ЦБРФ по вопросу ключевых ставок, будет экстренно заседание ЦБРФ. Я в этом тоже убежден. И учитывая то, что у нас сейчас наблюдается некий отток ликвидности из банковского сектора, опять же, согласно данным ЦБРФ, они ставка будут вынуждены повышать. И вынужденное повышение ставки, оно спровоцирует приток денег на банковские депозиты, вклады. То есть, это, опять же, понимаете, рукотворный манипулируемый процесс, который сейчас на валютном рынке происходит, и в экономике в том числе. И говорить про то, что долларов, евро, юаня в России не хватает, это балабольство, это полная чушь. Всего хватает. Просто сейчас государство поступает тем образом, в пользу компаний-экспортеров. Государству нужны деньги, им нужны налоги, им нужны дивиденды, чтобы покрыть дефицит федерального бюджета. И, к слову говоря, сегодня тоже ЦБ, извиняюсь, счетная палата выпустила отчетность по федбюджету. Вот, я опубликовал в нашем телеграм-канале биржевикой акции. И информация следующая. Дефицит федбюджета России в первом квартале составил 2 триллиона 41 миллиард рублей. А общий объем дохода федбюджета составил 5 триллионов 708 миллиардов рублей, или 21,7% продозированного общего объема доходов. Из них нефтегаз доходы триллиона, что 3,4 миллиарда. Нефтегаз, то есть налоговые доходы, подчеркиваю, налоговые доходы. 4 триллиона рублей. Вот, по сравнению с январем, марта 2020 года, объем доходов федбюджета снизился на 1,5 триллиона рублей, или на 20%. Поэтому, чтобы эту дыру компенсировать, ожидайте щедрых дивидендов со стороны экспортеров, ожидайте со стороны государства инициатив по побреванию компаний экспортеров на налоги и прочее в этом духе. То есть, драфик бюджета будет и так и так перекрываться путем того, что сейчас происходит на валютном рынке и то, что сказывается впоследствии на компании экспортеров. Поэтому, господа, резюмирую. То, что сейчас происходит, в этом нет ничего критического. Мы с вами все это передвидели наперед, предугадали. И, соответственно, в рамках текущего года, в том числе на рынке акций, на валютном рынке, на золоте, на прочие другие сырьевые товары тоже заработали. Примерно говоря, я сейчас удерживаю в своих среднесрочных лонгах акции Лукоила, ГМК Нурникель, Русала. Удерживаю также в среднесрочном лонге платину. И сейчас у меня платина постепенно в рублевом эквиваленте растет, что меня, в принципе, радует. По мере роста рынка акций, платины, естественно, я эти позиции буду распродавать вместе с нашей редакцией. То есть, держать все это в долгосроке смысла никакого. У нас в долгосроке находится серебро, которое мы покупали, покупали, покупали. Но сейчас мы уже пока перестали покупать. Почему? Потому что нужно соблюдать также риск менеджмент, работать в рамках единоличной стратегии. Поэтому по рынку акций России жду продолжения дальнейшего роста. По задержу. По нему не парюсь, не суючуюсь, как говорится, цели выше. Даже сегодня, например, кто у нас растет, в первую очередь, компания экспортеры. Компания экспортеры и растут сегодня, что, в принципе, позитивно. То есть, наши с вами мысли сопровождаются ситуацией в рынке. Вот. По ГМК на рынке скоро будет выходить на уровень 18 тысяч рублей. По Лукоилу идем на закрытие ГЭПа в диапазон. Ну, примерно 5-600, там 5-700 тысяч рублей. По Русалу идем на сопротивление 42-43 рубля. Вот. По Газпром будем выходить аккуратно к уровню 200 рублей. Там первая цель будет 185, вторая будет 190, потом будет 200. Вот. От нефти выходим на сопротивление 516 примерно рублей. По Мечилу скоро будем выходить на сопротивление 194-205 рублей. По Н плюс Металлургом выходить будем на сопротивление 544 рубля. По Фосагру будем выходить сперва на уровень ЕМА-200, да, вот сюда, на 7 тысяч рублей. Вот так вот. А потом выйдем вверх на 7-800. Почему? Потому что компания тоже фиксирует довольно жирные доходы и этот рынок, к сожалению, пока еще не учитывает. А учитывая, какая дивидендная политика в компании имеется сейчас, да, то средний дивиденд по компании составит в этом году 12% в годовом коварине. То есть по квартальной имеют почти по 3% за квартал. И этот фактор будет много провоцировать дальше в пользу его, ее движение вверх. Так что, в принципе, господа, ничего критического не происходит, ничего страшного. Просто торгуем в тандеме с ветром рынка. Куда подует, там и будем стильные идеи с вами отрабатывать. В общем, у меня на этом все. Сразу вам рекомендую не паниковать, не армагеддонить, ничего критического не происходит. За текущий 7 месяцев мы с вами тоже неплохо заработали. И впоследствии еще в ближайшие полгодика мы с вами заработаем также на ОФЗ, который я тоже держу в среднесрочном портфеле 29-й код. Потому что делают ставку на рост ключевой ставки ЦБРФ также на акциях, также на платине. В общем и целом, вам рекомендую подписаться на все наши медиаресурсы. Первый пункт это биржейкбот. Наш официальный телеграм-робот для входа в платный канал. Первый пункт телеграм-канал. Пункт А про рынок акций. Б про сырьевой рынок. В про облигации. Г про банковские сеты, рынок недвижимости. У нас также имеется контакт группы, Яндекс.Зен и РУТИП канал. Поэтому на данные медиаресурсы я вам рекомендую подписаться. Информация, которая уходит там, задержка во время попадает на YouTube. Ну и помните, что мы все обречены на прибыль. Лишь время, грамотность, стратегия. Наши главные союзники. На этом все. Всего вам доброго и до свидания.